здравствуйте в эфире очередной выпуск экологического вестника севастополь славился когда-то как самый зеленый город страны прошли годы много воды утекло много деревьев постарело и засохло корчевка больных деревьев и снос вполне здоровых проредили зеленый наряд города на месте скверов парков зеленых зон выросли ларьки шалманы магазины гаражи офисы и жилые дома пора оглянуться и дать ответ на вопрос нужны ли севастополю зеленые легкие или каменные джунгли станут визитной карточкой города городской государственной администрации в ноябре прошло совещание по вопросу озеленения города организовала его госуправление защиты окружающей природной среды севастополе открыл совещание начальник управления призвал всех собравшихся конструктивной работе он обрисовал ситуацию предложил наметить пути решения задачи по озеленению так в ленинском районе основное внимание уделяется постепенному обновлению зеленых насаждений на проспекте генерала острякова и на историческом бульваре средств на эти цели в районном бюджете нет небольшими деньгами выручают спонсоры осаженцами лесоохотничье хозяйство в районе уже возникла проблема в дефиците мест для посадки деревьев хаотическая посадка по принципу где хочу там и сажаю приводит конфликтным ситуациям с владельцами воздушных кабельных линий и подземных коммуникаций отсутствует системный подход к озеленению акции и мероприятия по массовым посадкам деревья приносят подчас больше вреда природе чем пользы посадить дерево это даже не пол дела львиная доля успеха зависит от ухода за посадками а вот ухода как раз и нет до 90 процентов высаженных ходе избирательных компаний деревьев погибло тогда какой смысл в субботниках и авралах по высадке если через месяц-другой саженцы погибают лесхоз готов помочь посадочным материалом за символическую цену и даже бесплатно но сердцу кровью обливаются у специалистов лесхоза когда они на улице города видят засохшие свои саженцы так гагаринском районе было высажено 2180 деревьев 15 процентов из них погибло сразу балакласском высажено 1100 деревьев по информации представителя районной администрации приживаемость составила 90 процентов может быть речь идет о приживаемости в первый день после посадки но спустя три месяца в живых остались 10-15 процентов саженцев деревьев итоги липового озеленения улицы новикова печальный теперь планируется высадка шаровидных клёнов трехлетний саженец комом земли из запорожского питомника может стоить более 600 гривен около сотни их понадобятся чтобы заменить погибшие липы на химовском районе планируется массовая высадка сосны крымской вдоль улицы генерала мельника в этом году снесено 3203 дерева в севастополе за снос старых и зрелых деревьев собрано полтора миллиона гривен но только 35 процентов из них останется в природоохранном фонде города остальные уходят в киев собранные деньги нужно направить в районы где они более оперативно и целесообразно могут быть использованы но кроме сноса деревьев севастополе подстерегает и иная опасность так их стволы вплотную обкладывают тротуарной плиткой для парковки угнетая жизнедеятельность дерева исключая возможность срекления грунта а в балаклаве у здания бацикаде на улице калища зрелое здоровое дерево тупо закатали в бетон а каком воспитательном моменте для школьников можно говорить если существующие деревья стоят неухоженными и заведомо уменьшляются бетоном давно истёк срок отпущенный на разработку комплексной программы развития зеленых насаждений и первым этапом этой программы должна стать инвентаризация зеленых насаждений но инвентаризация пока буксует так парк победы обследовали последний раз 2002 году при периодичности в пять лет некоторые парки и скверы учитывались последний раз 1997 году и даже в 1972 инвентаризация парка предполагает это по съемку стоимостью 7 8 тысяч гривен за гектар в ближайшее время будет подписан договор о восстановительных работах в парке победы работы много всем хватит а что касается зеленения то пора свежие посадки уравнять статусе общественных работ с уходом за существующими деревьями кустарником и газонами в гагаринском районе севастополя нарабатываются многолетние традиции воззеленения города инициатива госуправления охраны окружающей природной среды нашла в районе поддержку и посадки молодых деревьев приживаются им обеспечивают необходимый уход в очередной акции приняли участие ветеранские организации города конец ноября благоприятная пора для посадки деревьев в севастопольском регионе уже не жарко но еще и нет зимних морозов самое время заниматься зеленением города госуправление охраны окружающей природной среды в севастополе совет ветеранов воины-интернационалисты гагаринская районная администрация и предприятие русичи при поддержке севастопольского опытного лесоохотничьего хозяйства на этот раз высаживали деревья вдоль дороги по улице маринеско жилом массиве 5 микрорайона камышевой бухты но сегодняшнее мероприятие идет в том плане что по всему городу брошен клич арсоветом администрации о том чтобы озеленить город посажать каждому посадить дерево и мы тоже ветеранских организациях привели такое решение принять активное участие в этом вопросе на нашу просьбу лесхозак дал определенное количество деревьев порядка 40 штук и вот первые из этих деревьев мы сегодня значит на улице астана кисаева героя советского союза и сажаем их я сегодня пришел на это мероприятие для посадки деревьев вспоминаю те годы молодые годы когда мы были часто выходили на субботники на воскресенье озеленяли весь город и так далее сегодня приятно конечно то что мы все-таки продолжаем озеленять города несмотря на то что некоторые коммерческие коммерческие структуры много повырубили деревья по свои офисы по свои нужды так что зелень это кислород то что сегодня на сегодняшний день происходит я поддерживаю ту позицию что город все-таки надо озеленять поскольку у нас действительно много вырубается а взамен ничего нету и одно обидно то что то что садится оно нашими же гражданами отдельными категориями граждан просто уничтожается ломаются вырываются то есть хотелось бы обратиться к людям чтобы беречь это озеленение которое высаживается потому что это же нам здесь жить нам дышать этим воздухом вот нашим детям здесь гулять как говорится государственное управление продолжает проводить акции посадки деревьев сегодня мы озеленяем улицу маринеска вместе с ветеранами у меня призыв к жителям этой улице чтобы они бережно относились к этим деревьям вновь высаженным и проводили уходные работы поливали и хотя бы не сломали за последних два года гагаринская администрация стала определять большое внимание к озеленению района в связи с тем что проводится большое количество строек происходит снос зеленых насаждений те которые уже не предоставляют декоративной ценности большой срок возрастной имеет и поэтому проводим озеленение и такие вот мероприятия в прошлом году мы проводили приглашали и национальный университет и московский университет и саратовский университет очень большую помощь нам оказывают школьники района большую подозрительную работу при посадке деревьев оказывает зао русич подрядная организация которая работает в нашем районе которая помогает и посадить и потом дальнейшем следить и ухаживать за данными деревьями саженцы лескоз предоставил бесплатно но в них вложен большой труд лесоводов хотелось чтобы саженцы прижились и были ухожены посадить деревья дело великое но куда более ответственное дело сохранить молодые деревья защитить их от морозов ветра засухи коз и воров нынешние посадки под защиту взяли специалисты предприятия русичи и местное население может внести свой весомый вклад в озеленение города каждая акция по озеленению города дает природ зеленым легких до сотни деревьев а лесники в каждом из лесничеств севастополя по осени высаживают тысячи саженцев в этом году вышла посадочная техника и на поля в урочище алсу конце октября леса севастополя одеваются в золотые багряные наряды дожди еще только собирают влагу над морем тучи изредка закрывают небо и проливаются живительными каплями на иссохшую за лето землю севастопольском лесоохотничьем хозяйстве продолжается осенняя посадка хвойных и лиственных насаждений такая посадка ведется и чернореческом лесничестве в урочище алсу лесные дороги еще не раскисли от непрестанных ливней и трактор без труда работает на поле в урочище алсу жаркое солнце и засуха сели на нет усилия лесников высадивших здесь в 2006 году саженца сосны увы такое бывает в практике лесоводства риск есть всегда но поле вновь подготовлено к посадке и бригада лесников чернореческого лесничества вновь ряд за рядом высаживает сосну крымскую и маклюру мы находимся в третьем квартале в первом выделе чернореческого лесничества государственного предприятия севастопольского опытного лесоохотничьих хозяйств здесь происходит посадка леса главной культурой является сосна крымская ну и в опушках немножечко вводим лиственные породы для того чтобы уменьшить класс пожарной опасности данного насаждения здесь будет 10 тысяч растений из них девять с половиной хвойных и остальные листья маклюра хорошо известна севастопольцам как декоративная парковая культура это мощное высокое дерево популярно своими зелеными шарообразными плодами размером с огромное яблоко теперь маклюра будет и в лесу расти давая приют кисам и снижая пожароопасность сплошных хвойных насаждений после посадки идет первый уход это оправка сеянцев лиственных и хвойных пород на следующий год здесь планируется три механизированных ухода и два ручных и два дополнительных ручных ухода кроме того после посадки чернореческое лесничество обработает эти сосну с сосны крымской репеллентом это препарат который будет отпугивать животных и диких и так и домашних основные проблемы нашего лесничества и вообще в целом в целом лесников всех в том что наш тяжелый труд не просто что мы посадили засадили плантации елю а еще в том что местные жители очень несерьезно относятся к этим вопросам в севастопольских лесах заморозки для саженцев не страшны и засуха не бывает подряд несколько лет главная опасность для молодого леса бродячие коровы и козы хозяева их выгоняют за калитку и выпас не контролируют штрафные санкции если удается выявить хозяев невелики они даже не покрывают затрат на содержание арестованных копытных всеядные козы выедают молодые посадки под корень подтверждение тревоги лесников на поляну вышло стадо коров и снова проследовала своей дорогой в лес подъезжают некоторые граждане несознательные ну и таких мало очень попадается и место сбора грибов значит старается посадки в лесопосадки развести открытый огонь открытый огонь это нежелательно делать для это специально у нас отведены места которые названы места отдыха некоторые товарищи стараются значит организовать посадки скатерть самобран очку поставить расстелить там начать упираясь на то что мы после себя все это уберем все это остается в лесу большая мне будет к вам просьба пожалуйста будьте повнимательнее с огнем и не оставляйте после себя мусор вот это все нам это очень трудно очень трудно в наших условиях делать лесники говорят что севастопольским лесам страшны не заморозки а отморозки любой разожженный в лесу костер грозит серьезным пожаром а на плечах выносить с полян оставленный пикникерами мусор для лесников уже не в диковинку сезон осенней посадки леса завершается сезон охраны леса продолжается черная речка как водоносная артерия города требует к себе особого внимания хороша на по весне вдохновляет поэтов осенью укрывает под сенью тополей художников в летний полдень радуют фотографов сосульками и проталенными студеной зимой но повадились на берег черные речки и люди бескультурные далекие от любви к природе после них речка может только жалость вызывать тысячи лет а может и сотни тысяч лет несет свои воды черная река из байдарской долины севастопольскую бухту возникали исчезали поселения приходили и уходили народы и племена мечом и огнем изгоняя друг друга и в новейшей истории менялись названия сел и городов экономические формации рушились а река все бежала с гор неся айпетринскую воду через каньон в северную бухту и вода в реке всегда поила людей засушливые летние месяцы иной раскудно дождливые годы щедро история не сохранила ни одного упоминания хамского отношения к реке культ реки дарящий воду почитался в веках во всех кроме двадцатого и двадцать первого увы тихие заводи черной речки и тенистые поляны под огромными тополями манят не только культурных людей не только ценителей защитников природы время от времени на берегу реки останавливаются попить водки вина пожечь костерок отъесться всяческой снедью а затем похрюкать в кустах откровенные хамы после них и остаются пепелище костров горы объедков батареи бутылок битое стекло пластиковая тара и многое другое чему приличное название не сразу подберешь сада пасущихся у реки домашних животных с недоумением наблюдают шумные оргии у огня но и сами вносят в реку свой вклад козьими шариками и коровьими лепешками есть конечно такое понятие как санитарно-сощитная зона реки но она осталась эта зона на бумаге водоканал охраняют свою зону водозабора 100 метров вверх и 100 метров вниз по реке там действительно строгий режим ни корову не выпасешь не свадьбу не сыграешь река черная у села хмельницкого протекает по городским землям и городу в пору бы позаботиться о чистоте ее берегов пусть не каждый день мусор вывозить надо но хотя бы два раза в год например в ходе месячника чистоты благоустройства въезд автотранспорта на прибрежные поляны удалось оградить пора арестовать стадо другое домашнего скота и поголовно через суд штраф выписать а для граждан оставляющих мусор устроить показательную встречу с трансляцией по местным телеканалам из публикации в газетах все что сегодня ржавеет гниет и тлеет на берегу черной речки после первого же серьезного дождя будет в воде река превратится в одну большую помойку со всеми вытекающими последствиями вот бы и местным властям посетить этот берег реки взор бросить на кучу мусора но видно время пока не пришло других забот хватает сразу после первого выхода в телевизионный эфир сюжета черной речки на этот берег высадился десант предприятия чистый город течение нескольких часов большая часть мусора была собрана и вывезена на полигон но хочется еще раз обратиться ко всем любителям отдыха у реки берегите ее не оставляйте после себя мусор ведь это так просто но не огораживайте же речку колючей проволокой столбами из-за нескольких нерадивых отдыхающих на этом хочется завершить нынешнюю передачу всего вам доброго до свидания